привет красота конечно не спасет мир а может быть и спасет но каждого из нас она в отдельности спасет легко по крайней мере внутренний мир наш еще как помогает я имею ввиду красоту ну вот о красоте мы тут рассуждали с вами вместе про группу дюран дюран как самого яркого представителя музыки новых романтиков так называемый который я безумно люблю и которая положила начало творчеству группы кино свое время можно и так сказать я с уверенностью об этом говорю потому что знаю о чем речь дюран дюран это конечно фантастика это настолько мощнейшая группа что как-то критиковать ее бессмысленно там нечего критиковать там блестящая игра удивительные мелодии безумно качественное исполнение и конечно невероятная фантазия в аранжировках настолько интересно настолько всего много что это практически можно сказать что это даже какой-то артрок но если говорить о первом альбоме первом альбоме и арио там просто копать не перекопать как там все замысловато сделано но если говорить о новых романтиках то начало этому течению но отцов не бывает хоть мало так же как и матерей у музыкального течения не бывает одной группы которая определяет весь стиль все направление их всегда несколько потому что группы играют в одних и тех же клубах дают там по 50 концертов в месяц музыканты переходят из одной группы в другую друг друга слушают и движение направления вырастает но тем не менее самым знаковым наверное явлением была группа альтравокс или ультравокс как у нас говорят ну по-русски наверно правильнее говорить ультравокс даже а не альтравокс и пластинка под названием вена 1980 год если я не ошибаюсь издание из оригинального состава здесь не хватает одного только человека гитариста до этого сменилось два гитариста в группе альтравокс ультравокс а остались собственно первоначальные артисты крис кросс варен канн били кьюри кьюр а ну я забыл главного джона фокса вокалиста и основателя группы ультравокс который тоже исчез ровно перед этим альбомом то есть исчез гитарист и исчез отец основатель джон фокс который пел играл на клавишах и сочинял всю музыку группа ультравокс вот вена считается что это самая яркая такая вещь музыкальная из всей новой романтики как бы основа отправная точка ну вместе с дюран дюран но это более чистое произведение тоже дюран дюран это все-таки рок-группа они играют рок в стиле на у романтик а ультравокс это в чистом виде на у романтик безо всякого рока и вот здесь и близко нет краут рок здесь в полной мере присутствует такого от английского рока тут я не наблюдаю хотя это все это все слова это все определение рог не рог на романтика там hard rock все это так все это пустая болтовня просто для того чтобы понимать примерно что мы там можем услышать а услышать мы здесь можем очень много интересного первая вещь астрадин астрадайн точнее инструментальное полотно которое сначала играет в классическом европейском таком духе отсылая к музыке там восемнадцатого девятнадцатого века наверное потом вдруг начинается краут рок современный вообще это пластинка она настолько пропитана музыкой крафтверк и прочих ребят которые играли в германии что просто очень много пересечений и заканчивается грандиозным английским таким оркестровым гранд-финалом все сыграно на синтезаторах абсолютно электроника нас окружает со всех сторон о чем мы споют дальше артисты группы ультравокс вот эта синтезаторная такая пелена она сразу окутывает сразу погружаешься в этот мир современной электронной музыки о чем собственно говоря как я уже озвучил и поется в следующей песне new new europeans новые европейцы новые европейцы вот они красивые холодные одинокие полностью погруженные в себя вообще новая романтика на мой взгляд это притеча музыки гранж как ни странно несмотря на абсолютную разной фактуры музыки новых романтиков синтезаторной и гранжа гитарного жесткого с перегруженными гитарами с перегруженным всем чем только можно даже с перегруженными мелодиями наверное вот эта тема одиночества тема самокопания тема изучения себя тем потерянности в постиндустриальном мире она вот здесь в полной мере проявилась и new europeans как раз об этом одинокий парень лежит в постели в наушниках из которых льется музыка синтезаторов телевизор без звука любимая ушла никого нет холодный город и финальная песня all stood still она ставит такую печать на всей этой истории потому что all stood still все замерло турбины сломались мир остановился город умирает никакого движения нет все замерзает и мы такие вот stood still стоим в этом чудовищном западном замерзшем мире газ выключен как вы понимаете ничего смешного на самом деле ну дальше идем private lives опять-таки привет от краут-рока песен strangers песня которая стала хитом кажется если я не 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 вру но была очень популярна sleepwalk sleepwalk странно веселое мелодическое полотно но первая сторона этом заканчивается все это конечно в краутовских синтезаторах все это ничего живого все как как all stood still все замерло все с одной стороны грандиозно вычурно тонко никаких дюран дюрановских вот этих вот кружевных воротничков настоящие холодные европейские парни прилично одетые мистер икс это просто привет от группы крафтверк но группа крафтверк если придумать на музыку крафтер красивые мелодии очень здорово это спеть добавить гитар добавить живых ударных то получится мистер икс и переходит она в песню который мне нравится здесь больше всего best and promise привет от западной цивилизации цивилизации восточной здесь очень много восточной музыки начинается очень очень странно живые барабаны живые гитары живой бас все так живенько не обращайте внимание что я пою не те мелодии которые нужны здесь которые поются там потому что у меня я плохо очень владею голосовыми связками несмотря на то что все слышу но это неважно послушайте west and promise она начинается как я уже сказал живи к такого восточного восточного и потом вдруг уходит в тишину вылезает арпеджиатор синтезаторный нагоняя жути нагоняя ужаса и начинается какой-то просто нечеловеческий кошмар то есть видимо по замыслу музыкантов западная цивилизация показывает свое звериное лицо продолжая соблазнять цивилизацию восточную и поет о том что мессия пепсиколы придет к вам и протянет руку и вытащит из вашей из вашего умирающего востока придет светлый сияющий западный мир я никакую пропаганду не развожу я рассказываю о том что здесь происходит на этой пластинке ним не больше не меньше 1980 год между прочим ребята предвосхитили можно сказать происходящее после west and promise главная история заглавная песня вена где мидж юр с приходом который бы сформировался вот этот звук 2 2 этапа творчества ультравокс показывает все на что он способен в голосе какая-то не оперная даже ария выше бери это классическое произведение музыкальное адской красоты очень красивый клип на песню вена есть я думаю что в ютюбе он есть там с белой лошади пробегающий с одиноким героем который гуляет по пустому городу по вене надо полагать тогда я помню я в вене был но не помню что там в клипе происходит какие места и финале all stood still вот это все турбина остановилась горячая вода не идет ничего нет никого нет мы одни в этом городе говорят что это любители новой романтики говорят что это лучший альбом конечно него романтического направления но все забывают почему-то проект пластинку названием квартет который вышло восемь втором году спродюсировал и джордж мартин не больше не меньше и вот это конечно шаг вперед еще даже по сравнению с веной насколько вена круто вот этот альбом квартет он еще сильнее между ними была пластинка рейчин и дым тоже очень красиво очень хорошие но это вот наверное пиковая точка творчество ультравокс риды риды wild wind типично ультравоксовская такая история очень мелодичная темповая красивая и какая-то благодаря продюсированию джорджа мартина несмотря на всю электронику она все таки такая роковая в хорошем смысле в мягком таком уроке в интимном но с подачей миджи юра с мощный голосовой очень здорово но вторая песня сиренада это что-то уже запредельное это пульсирующие синтезаторы путь пульсирующий бас барабаны которые поддерживают это все замешанные с электронными и фантастическая мелодия миджи юра он здесь показал все свои вокальные возможности это удивительный певец и мелодия выстроена чудесным образом совершенно я просто не знаю можно сравнить там с по яркости этой мелодии с квин но у квина я приношу свои извинения всем мелодии более более какие-то такие не то чтобы простые не то чтобы пошлые менее изысканные я бы сказал вот так вот а здесь изысканность в полный рост мелодия идет вниз потом она идет вверх и ты купаешься в этом в этом пении миджи юра просто просто купаешь настолько все красиво настолько все здорово последняя вещь гимн на первой стороне еще одна неземная красота еще один полет голоса миджи-юра на фоне синтезаторов и на фоне на фоне синтезаторов на фоне вот этой палитры звуковой которую создал джордж мартин голос выделен но выделен не по громкости а выделен по тембру по частотам он существует как бы внутри вот этого музыкального музыкальной картинки но он настолько отчетлив настолько он читается здорово он не вяжется ни с какими тембрами других инструментов так это это такая живопись мартин здесь постарался конечно ну и вторая сторона не хуже 1 we came to dance песня очень интересная казалось бы вы кенту dance и она так и начинается вы кенту dance а потом проваливается в синтезаторный в крауд-рок выныривает обратно все время все вот это меняется от от английского такого ну будем говорить уже new wave of crowd и так это здорово замешана ну и конечно вокал юра здесь фантастичный и такая довольно невзрачная обложка она вроде бы не обещает ничего интересного живописного может быть я так понимаю что это сделано специально что очень все строго очень все корректно обложка не главное главное то что внутри а внутри здесь просто взрыв музыкальной такой который отбрасывает к стене и в этих синтезаторных полотнах в этом море синтезаторном плывешь 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 и куда-то там приплываешь но в следующих выпусках мы поговорим о первых трех альбомах группы ультравокс это собственно ультравокс вот джон фокс здесь присутствует который пел и играл доме джи юра пластинка ха-ха-ха ультравокс опять-таки с джоном фоксом и самая первая пластинка как принято считать музыки новых романтиков the system of romance не без артикля д просто system of romance это 1978 год и это первое в чистом виде на романтическая запись как писал один критик что группа ультравокс в одиночку сформировала сцементировала все здание музыки новых романтиков вот об этих трех пластинках потом я уже в процессе жизни расскажу а пока после столь долгой болтовни пойду что-нибудь выпью пишите письма пока до новых встреч